В этом фильме я покажу очень хорошее свидетельство, рассказывающее образ событий первой планетарной катастрофы. И этот образ, можно сказать, даже в не очень-то зашифрованном виде донес до нас поэт Константин Бальмон. В своем стихотворении «В глухие дни», написанном им в 1899 году. В глухие дни Константин Бальмонт В глухие дни Бориса Годунова, во мгле российской пасмурной страны, толпы людей скитались без крова, и по ночам сходило две луны. Два солнца по утрам светило с неба, свирепостью на дольний мир смотря, и вопль протяжный «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Из тьмы лесов стремился до царя. На улицах иссохшие скелеты щипали жадно чахлую траву, как скот, а звериные не одеты. И сны осуществлялись наяву. Гроба, отяжелевшие от гнили, живым давали смрадный адский хлеб. Во рту у мертвых сено находили, и каждый дом был сумрачный вертеп. От бурь, вихри, башни низвергались, и небеса, таясь меж туч тройных, внезапно-красным светом озарялись, являя битву воинств неземных. Невиданные птицы прилетали, орлы парились криком над Москвой на перекрестках. «Молча старцы ждали, качая посидевшей головой. Среди людей блуждали смерть и злоба. Узрев комету дрогнула земля. И в эти дни Дмитрий стал из гроба. Ботрепь его свой дух переселя». В глухие дни Бориса Годунова во мгле российской пасмурной страны толпы людей скитались без крова, и по ночам сходило две луны. По моей гипотезе, изложенной мною в фильмах из серии «Гибель Тартарии», часть первая и часть вторая, а также в фильмах «История Великой Тартарии. Европейский мятеж» и «Мир и потоп 17 века», первая планетарная катастрофа произошла в период царствования в Москве Ивана Грозного. И период этой планетарной катастрофы растягивается практически до конца правления царя Бориса Годунова. Эта война происходила, по моей гипотезе, между глобальной митрополией и отделяющейся от нее большой западной области, включающей в основном север Африки, а также самый запад Европы. Эта война достигла своего апогея в царствовании Грозного. А сам этот апогей представлял из себя период начала применения обоими сторонами, друг против друга, оружия массового поражения. Удар митрополии стер с лица земли многие города Северной Африки и Западной Европы, оставив после себя массу воронок и следов применения зажигательного вооружения, таких, как мы с вами видим на руинах Содома и Гаморы, в виде серных шариков. Но не только эти серные шарики применялись. Допустим, по Северной Африке был применен такой заряд, неизвестно какого вооружения, но будем его считать ядерным, мощность которого Алексеем Кунгуровым была оценена в 140 мегатонн. Это тот, так называемый, глаз Сахары. В свою же очередь, мятежники уничтожили много уральских, поволжских и сибирских городов. А вот в Москве, из описания официальных историков, удары были нанесены лишь по отдельным объектам, видимо, объектам инфраструктуры. Ну, рассмотрим это поближе. Из описания бедствий, случившихся в Москве в правлении Ивана Грозного, ярко видны следы уничтожения именно некоторых населенных пунктов и городов. И все это завуалировали под сжигание опричниками целых поселений вместе с жителями, якобы для профилактики распространению чумы. Массированным ударом Московия, видимо, не подвергалась. Чего не скажешь о том, что случилось, видимо, от Поволжья и дальше на восток. Сама же глобальная катастрофа, известная как потоп, по моей гипотезе, произошла через пару десятилетий. После начала применения в войне при Иване Грозном оружие массового поражения. И этот потоп произошел как раз в царствовании Бориса Годунова. Что же мы видим во время его правления? Историки пишут, что в 1601 году был сильнейший неурожай, вызванный извержением вулкана Уайна-Путина в Перу. Даже точную дату историки называют. Это 19 февраля 1600 года. Это извержение якобы привело к накоплению пепла в атмосфере, вызвав малый ледниковый период. В Москве дожди шли 10 недель непрерывно, практически все лето. А осенью были ранние заморозки. Но по моей гипотезе, заморозки, видимо, были вообще первые в мире. Так вот, согласно извержению этого вулкана, можно сказать следующее. Многие просмотревшие ролики альтернативных исследователей уже сегодня понимают, что явления, происходящие в южном полушарии, не влияют на северное. Это неоднократно говорил Алексей Кунгуров. Так что не мог пепел из южного полушария попасть в северное, по причине тропических ветров, которые в районе экватора разделяют воздушные массы обоих полушарий от смешивания. В четверостишие описывается мгла пасмурной страны. Образы стихотворения и реальных событий того времени совпадают. Дальше идет строка. Толпы людей скитаются без крова. То есть их жилища разрушил вулкан в Перу. Но, как мы понимаем, вулкан здесь совершенно ни при чем. Для понимания этой строчки про людей без крова, вернемся все-таки к свидетельству уничтожения огнем населенных пунктов при Грозном. Тоже не подходит. С 1570 по 1600 год прошло уже несколько десятилетий. И если бы люди потеряли свои дома в огне опричников, уже бы давно бы они построили их обратно. Прошло уже больше поколения. Значит, вывод. Люди, описываемые во времена правления Бориса Годунова, стали бездомными недавно. И в момент правления царя Бориса мы видим из стихотворения картину последствий какой-то катастрофы, лишивших людей жилья. Идем дальше. Интересная строчка. И по ночам светило две луны. И здесь явный акцент автора. Именно на две луны. Если коротко, я предполагаю, что автор делает этот акцент, показывая, что луны именно стало две. Куда делась третья? Если кто-то удивится моему выводу, посмотрите фильмы на нашем канале. Леля, Фата и Реконструкция. Из серии Триполиса «Два потопа». Скажу лишь вкратце, что я сторонник того, что луны было три. До самого потопа, случившегося на рубеже 17-18 веков. То есть того самого потопа при Борисе Годунове. Итак, идем дальше. Два солнца по утрам светилось небо, с вирепостью на дольный мир смотря. И вопль протяжный хлеба-хлеба-хлеба из тьмы лесов стремился до царя. Конечно, версий про два солнца может быть много. И солнечная система могла быть система из двух звезд. Можно сказать, что солнце могло раздвоиться в задымленной атмосфере. Но я все-таки думаю по-другому. Это просто один из двух оставшихся спутников. А по моей гипотезе осталось Фата и Месяц. Так вот, Фата, находясь на более близкой к Земле орбите, чем Месяц, и имевшая, в принципе, и атмосферу, и гидросферу, сходила утром на небосводе практически вместе с Солнцем. И сверкала в его лучах, отраженном от своей атмосферы светом. Мы и сейчас видим, что периодически вместе с Солнцем на небе появляется и Луна, Месяц. Но так как у нее уже нет атмосферы, она не блестит, она просто светится. Хотя возникает эффект присутствия двух солнц. Только одно из них яркое, а другое тусклое. И еще скажу, что орбита Фаты была очень близко к плоскости эклиптики. Потому спокойно днем она могла находиться в области видимости Земли вместе с Солнцем. Далее мы видим, что люди голодали и прятались в лесах, прося у царя хлеба. Но где еще прятаться бездомным людям? Только в лесах. Следующее четверостишее. На улицах их сохшие скелеты щипали жадно чахлую траву, как скот, озверены и не одеты, и сны осуществлялись наяву. Здесь показан сильнейший голод. Люди истощены и вынуждены есть даже траву. Они фактически озверели. И действительно, в официальной исторической науке в правлении Годунова описываются заготовки человеческого мяса впрок. Их засаливали в бочках. Такого свидетельства голода нету ни ранее, ни позже правления Бориса Годунова. Что явно говорит о том, что случилось что-то очень страшное. Читаем дальше. Гробы, оттяжелевшие от гнили, живым давали адский смрадный хлеб. Во рту у мертвых сено находили. И каждый дом был сумрачный вертеп. Здесь важнейшим моментом является то, что сено доставали изо рта мертвых. Что явно показывает факт нехватки даже травы на земле. Получается, для еды людям не хватало даже подножной травы. Посмотрите сейчас, сколько травы. Я думаю, если бы случился, не дай бог, такой голод, по крайней мере, травы бы хватило на всех. Отсюда вопрос, куда же делась трава? Опять приведу свидетельства из описания времен травления Годунова. Это наводнение. Причем, описание наводнений в его царствовании занимает такую же равную долю, как и описание голода. Получается, что большую часть почв просто смыла со всей растительностью. По моей гипотезе, почву эту смыла солеными водами из Северного Ледовитого океана. В своих фильмах я описывал механизм предположенного мною потопа. Потопа, случившегося на рубеже 17-18 веков. И потопа последствия падения на Землю осколков, разрушенного на орбите спутника Леля. Какие были последствия, я не раз приводил в своих фильмах. Гигантские серии цунами, перехлестнувшие Евразию с севера на юг, снеся все с поверхности, стащили весь грунт и остатки флоры и фауны в бассейны Черного и Каспийского морей, бывших пресноводных озер. Больше всего пострадала территория от Урала и на восток, фактически до самого Тихого океана. Там и погиб прошлый центр мира. Те самые города Тартар, Мангул и столица Мангухана-Камбалу. А территория центральной восточной Европы и русской равнины оказалась под защитой волнореза скандинавских гор. И эти территории вода затопила относительно постепенно. Разрушительные цунами туда не попали. Вернее, не попали в своем первозданном виде. Разбившись о скандинавские горы, они потеряли мощность и затопили эти территории постепенно. Но не так уж совсем постепенно, но по крайней мере они дали возможность какой-то части людей выжить. И вот поэтому как раз в районах центральной, западной и восточной Европы выжило максимальное количество населения. И вот эти люди, борясь с голодом, восстановили хоть какую-то сносную жизнь, заселив впоследствии опустевшие территории. И это было началом той самой межпотопной цивилизации. Еще по моей гипотезе, очень сильно пострадала Франция и Италия. Там прошли другие волны цунами, западнее этого волнореза скандинавского. Там еще немножко, конечно, помог волнорез шотландских гор, который уберег какую-то часть Англии. Но волны пролетели по Франции и Италии, практически занеся грязью все французские и итальянские города. Что мы очень хорошо и видим на картинах Пиранези. А вот Испания пострадала менее всего. Хотя она находится западнее, но ее рельеф достаточно высокий. Порядка 600-700 метров. И там волны пронеслись только по долинам и низинам. Но продолжаем дальше. От бурь и вихрей башни низвергались, и небеса, таясь меж туч тройных, внезапно красным светом озарялись, являя битву воинств неземных. Первые сроки свидетельствуют об возмущении атмосферы от прошедшей после падения осколков спутника Леля ударной волны, которая и разрушила здание. А вот дальше идет главное свидетельство, которое и отвечает нам на вопрос. Тот самый вопрос, который волнует многих зрителей. Кто же и с кем воевал? И в стихотворении прямо сказано. Воевали в небе, воинства внеземные. Что же это за воинство? По моему мнению, которое возникло у меня на основе, опять же, множества работ различных исследователей, война западных областей глобальной державы с ее центром, это лишь часть войны, происходящая на Земле. А вот что же было в космосе? События на Земле, скорее всего, это как раз таки и есть. Война между ее же жителями, нами, людьми. А в космосе, вернее, во всей Солнечной системе, происходила война богов, то есть существ, которые по своему развитию были намного выше нас. А люди разделились именно по принципу приверженности какой-то из сторон этих богов. Видимо, все-таки митрополия была на стороне асов. А вот на чьей стороне был тот самый запад, пока вопрос. Но попробуем разобраться, кто же были эти боги. С асами вроде бы все понятно. Как многие знают, это светлые боги, видимо, создавшие земную цивилизацию русов. И не только создавшие, а еще и, видимо, принимающие непосредственное участие в управлении жизнью Земли. Часть их, этих асов, жила на Земле, в той самой Гипербореи. Какие-то отдельные индивидуумы из тех самых гиперборейцев-асов жили среди людей и управляли ими. Это руины их дворцов с высокими потолками и дверьми мы и видим сегодня. Очень хороший пример дворцовых сооружений Питера, где первые два этажа, скорее всего, строились под этих самых асов. А на верхних этажах жили люди. Что же мы знаем об асах? Знаем интересный факт. Царь царей, правитель Тартарии, тот самый Иван Просвитер, правил по-библейски 700 лет. Это очень хорошо описал Андрей Кадыгчанский на своем сайте Тартария.Инфо. И описание Андрей сделал на основе свидетельств Марка Пола и Де Рубрука, европейских посетителей Тартарии. Но человек Чингисхан убил царя Ивана и женился на его дочери, после чего стал править митрополией. Видимо, это событие было очень важным и имело большие последствия. Человек убил Бога, что в оконцовке и привело к расколу той самой глобальной державы конфедерации Тартарии или Русияра или Асии. Но об этом событии нужно собирать еще больше информации. По крайней мере, Андрей Кадыгчанский приоткрыл нам небольшую завесу тайны над правителями человечества, асами, белыми богами. А кто же был их врагом? Пока это сказать, конечно же, трудно. Существует огромное количество гипотез об разных анунаках, рептилоидах и так далее. Но пока окончательный вывод, конечно же, делать рано. Понятно только одно, что в результате войны асы покинули землю. Но и их противники явно на ней тоже не появились. Не видим мы в управлении никаких явных рептилоидов или людей, имеющих большой рост и нечеловеческие способности. Вроде бы как правят все люди. Скорее всего, управление теперь осуществляется бесструктурно. То есть скрытно. Как богами из одного лагеря, так и богами из другого. Ясно только одно, люди без присмотра асов жить нормально не могут. Хотя, может быть, уход асов и призван людей сделать самостоятельными. Теперь следующее четверостишья. Невиданные птицы прилетели, орлы парили с криком над Москвой. На прикрестках молча старцы ждали, качая посидевшей головой. Это четверостишья переносит нас к моменту ожидания той самой катастрофы. Может быть, это звучит фантастично, но все же выскажу предположение. Старцы, волхвы, вышли на перекрестки и пытались предотвратить катастрофу. Видимо, исполняя какой-то технологический обряд, качая головой на перекрестках. Но дорог ли были эти перекрестки? Про невиданных птиц и орлов это можно, скорее всего, сравнить с текстами Нострадамуса. О птицах с железными клювами. Это те самые самолеты или дроны, атаковавшие Москву. И это у нас первое свидетельство того, что война при Грозном не окончилась. И после применения оружия массового поражения она продолжалась. До самых времен Годунова. До той катастрофы, которая вызвала потоп. И, может быть, применение того самого оружия массового поражения происходило все это время. С момента начала его применения при Иване Грозном и до самого конца правления Годунова. Падение частей Лели. А Леля, скорее всего, начала падать тоже из-за последствий применения по ней оружия массового поражения. Что сломало какой-то механизм удержания ее на орбите. Теперь следующее четверостишье. В нем появляется сама причина этой катастрофы. Та самая Леля. Среди людей блуждали смерть и злоба. Узрев комету, дрогнула земля. Свидетельство о блуждающей смерти и злобе, по моему мнению, это второе подтверждение того, что война при Грозном не закончилась, а продолжалась до времен Годунова. Люди продолжали сражаться друг с другом, сея смерть и злобу. И это явное описание не голода, когда все ели живые, превратившиеся в полуживотных, поедающих траву. А это именно свидетельство продолжающейся войны. А в Солнечной системе, тем временем, не утихая, шла битва богов, охватывающая, видимо, и Венеру, и Марс Орей, и погибшую в этой войне Дею. Что же касается самой причины катастрофы этой самой кометы, я могу сказать лишь одно, что это не комета, в прямом смысле слова. Это как раз-таки взорванная на орбите Леля, падающая на Землю со шлейфом из горящих ее частей. А для наблюдателей на Земле она казалась кометой с хвостом. То, что упавший в тот период времени объект был орбитальным, и его орбита имела наклон 60-70 градусов в плоскости эклиптики, я хорошо показал на основе анализа оставшихся на поверхности Земли следов. Падение ее осколков, опять же в тех самых фильмах Леля Фата и Реконструкция. Эти следы лежат на поверхности практически четко, с учетом разброса от взрыва, под самой траекторией орбиты естественного спутника Земли. Последствия этих падений до неузнаваемости изменили очертания континента Евразия на его северо-востоке, как раз в районе падения самого большого осколка. И это очень хорошо видно из проанализированных карт, датированных 15-18 веками. Заключительные строки стихотворения автор написал для камуфляжа, чтобы жесткая царская цензура пропустила этот стих в издание. Он просто ввел туда Отрепьево из фальсифицированной романовской версии истории. И в эти дни Дмитрий встал из гроба, в Отрепьево свой дух переселя. Вот так поэт начала 20 века Константин Бальмон донес до нас яркий образ той первой катастрофы, по моей версии, случившейся на рубеже 17-18 веков. А правление Грозного и Годунова как раз с хронологическим сдвигом в 100 лет и укладывается в этот период времени. И эта катастрофа уничтожила ту самую античную цивилизацию. Об образе той самой античной цивилизации уже достаточно много фильмов на каналах различных исследователей. Есть описание высочайшего технологического уровня, есть описание растительности и животного мира, но больше всего описаний архитектуры того времени. И в заключении я выскажу еще одно предположение. Стихотворение поэт написал явно под впечатлением какой-то неизвестной в наше время книги, реально описывающей те самые события. И в этот стих он внес, видимо, самые яркие впечатления от прочитанного. Может быть Бальмон знал, что эти книги до нас не дойдут. Скорее всего в частных коллекциях на рубеже 19-20 веков оставалась еще масса книг, свидетельствующих что о первой, что о второй катастрофах. И в наше время этих книг в свободном доступе больше нет. И за то, что Бальмон донес до нас кусочек этой информации, поэту огромная благодарность. Бальмон донес до нас. Бальмон донес до нас. Бальмон донес до нас. Бальмон донес до нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...